В своих репортажах корреспонденты Славянской муниципальной телерадиокомпании уже рассказывали о гигантских улитках, которые живут на станции юных натуралистов. Герой нашего следующего сюжета – белочка-летяга-сахарная. Как она появилась у юнатов, а также в каком краевом конкурсе юные натуралисты стали призерами, расскажут наши корреспонденты. Вот такая мадагаскарская белочка из полюбившегося всем мультфильма есть и у юнатов. Только у них она настоящая. Этот редкий вид белок ведёт ночной образ жизни. С днём они практически всегда спят, но всё-таки их можно разбудить, заманивая едой. А если потревожит белку, она издаёт характерные звуки. Сахарные сумчатые летяги обитают в северной и восточной частях Австралии, на Новой Гвинеи и прилегающих островах. На станции юных натуралистов белка появилась недавно, но ребята уже практически всё о ней знают. Боссумы – это ночные жители, поэтому они предпочитают ночной образ жизни. Днём они спят в своих убежищах, это предпочтительно дупла, либо же другие пустоты в деревьях. Живут они группами. В группе может находиться до семи взрослых особей и малышей текущего периода. Сахарные сумчатые летяги в основном питаются определёнными растениями и эвкалиптами, а также нектарами и плодами растений. Важным рационом в их пище является белковая пища, то есть это насекомые, а также позвоночные и беспозвоночные животные. Несмотря на свой небольшой размер, это очень активные животные. Как вы знаете, они обитают в кронах деревьев, поэтому для них должна быть очень просторная клетка. Размерами она приблизительно должна быть, как минимум для одной пары, на 80, на 80 и 60. Семья, которая переезжала в другой город, решила подарить сахарную белку педагогам станции юных натуралистов. Вот так она у них появилась и прижилась. Мы им очень благодарны, потому что это животное настолько полюбили дети. Они каждый день приходят её навестить, даже те, кто не записан в кружки, они обязательно приходят, её подкармливают. Недавно юнаты переехали из краевой столицы с победой. Воспитанники станции приняли участие в краевом конкурсе, который проводится Министерством природных ресурсов «Лучшие экотехнологии Кубани». Они заняли третье место среди 60 представленных учреждений. На этом конкурсе они представляли свою систему работы по экологическому образованию и просвещению в Слайнском районе. Мы показали, какие у нас есть результаты, каких успехов добиваются наши дети, какие акции природоохранные проводим мы в нашем районе. И у нас ведь принимают участие в таких акциях, как «Больше кислорода», «Чистые берега». И их много-много у нас. Принимают участие не только наши юнаты, воспитанники станции юных натуралистов, но и дети всего района. Юнаты действительно с удовольствием участвуют во всевозможных акциях и конкурсах. А также проводят различные исследовательские испытания. На станции они учатся видеть окружающий мир и слышать музыку его жизни. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова